Библейский портал экзегет.ру представляет 46 глава книги пророка Иеремии в переводе Луки Маневича, читаю ее для библейского портала Экзегет. Ну вот, собственно, 45-е завершает у нас основную часть книги, посвященную будущему, а потом и состоявшемуся разрушению Иерусалима, а потом и тому, что после разрушения Иерусалима происходит, и в значительной степени судьбе пророка, в значительной степени тому, как строится его отношение со своим народом, со своими правителями и так далее. А с 46 главы начинается небольшое такое приложение, пророчество об окрестных народах, и тоже они достаточно грозные, но здесь очень много поэзии, но довольно мало эмоций, просто потому, что это другие народы, Иеремий к ним так не привязан, как к своему. 46-я про Египет. Вот слово Господне о народах, которое было пророку Иеремии. О Египте, о войске фараона Неху, царя египетского, которое стояло возле реки Ефрату Каркемиши и было разбито Новуходоносором, царем Вавилона, четвертый год правления царя Иудеева, Акима, сына Иосии. Это у нас битва 605 года, действительно очень известная битва, в которой Вавилоне не победили, и с этого началось их превосходство на Ближнем Востоке, уже такое окончательное. Вот не хронологическая последовательность, как обычно, а тематическая. В конце у нас собрано пророчество против других народов. Готовьте щиты и пики, на битву спешите, коней седлайте, мчитесь всадники. Шлемы надев, становитесь копья свои, заточите в броню, оденьтесь. Что же я вижу, они трепещут, обратились в бегство, могучие воины их перебиты. Бегут, бегут они без оглядки, кругом ужас, говорит Господь. Не убежит быстрый, не спасется сильный. На севере у реки Ефрат споткнулись они и пали. Кто это, словно Нил поднялся, словно бурный поток, воды его бушуют? Египет, словно Нил поднялся, словно поток, воды его бушуют. Он сказал, поднимусь, я покрою землю, погублю города и живущих там. Нил, конечно, главная египетская река и очень хороший образ. Но здесь Египет как такая стихия, которая все стремится под себя подмять. В общем, можно сказать, что это, наверное, более или менее образ любого такого могучего царства. Скачите, кони, колесницы, мчитесь. Пусть могучие воины выходят. Эфиопы, левицы со щитами, ледийцы с натянутым луком. Этот день, день Господа, Бога воинств, день отмщения, когда он врагам отплатит. Меч насытится, напьется их кровью. Это жертва Господу, Бога воинств. В северной стране у реки Ефрат. И вот после этого описания поражения некоторые такие выводы. Ступай в Галаат, принеси бальзам у девы дочь Египта. Галаат, страна, которая славилась своим каким-то лечебным бальзамом. Мы не знаем рецепту, но, в общем, им обрабатывали раны. Ну, напрасно лекарства ты собираешь. Нет тебе исцеления. О позоре твоем услыхали народы. Крик твой по всей земле раздается. Ибо воины один с другим споткнулись и пали разум. Ну, вот про Египет. И более подробно о том, чем все это закончится. Вот слово, которое возвестил Господь пророку Иеремии. О том, что на уходоносер царь Вавилона придет и разорит Египет. Расскажите об этом в Египте, в Мигдоле, объявите, объявите в Нофе и Тахпанхесе. Говорите так. Ноф и Тахпанхесе, Мигдол — это области и города, в которых, кстати, было значительное иудейское население. И самый Ремей был уведен в Египет в некоторый момент. Мы читали об этом. И так там возвещается. Становитесь, готовьтесь, ибо меч все вокруг пожирает. Почему же бык ваш повержен? Почему не устоял он? Это Господь его не зреянул. Поверг он многих, падают они один на другого и говорят друг другу. Вставайте к народу нашему, вернемся на землю нашу родную, спасемся от мечей жестоких. Фраону, царю Египта, такое имя дайте — Болтун, упустивший время. Какое-то точное название правителя, Болтун, упустивший время, правителя, который не заботится о будущем, который старается просто хорошо выглядеть. «Клянусь собой, — говорит царь, чье имя Господь воин, — да, то есть есть царь Египта могучий, величественный царь, но есть и более могучий, — что придет к вам тот, кто как фавор средь гор, как кармел над морем, — это горы земли Израиля, Ханаана, соответственно, тот, кто еще выше. «Собирай свои вещи, готовься к изгнанию жительницы Египта, ибо нов в пустыню превратится, будет он разрушен, жителей в нем не останется». Египет — красивая корова, с севера летит, летит к ней овод, такой образ, да, овода, который прилетает, чтобы жарить корову, и наемники в Египте, что быки тучные, но они обратились в бегство, бегут, устоять не могут, ибо день погибели к ним пришел, час расплаты. Как змея шипит, Египет уползает, ведь идут враги на него войною, с топорами к нему подходят, словно лесорубы. «Его лес они срубили, — говорит Господь, — лес непроходимый, ведь их больше, чем саранчи, числа им нет». «Опозорена дочь Египта, народу северному отдана в руки». Но Египет, он в любом случае, все нашествие переживает с севера, с юга, там, пустыни Сахара, еще запад и восток, ну, там Египет доминирует довольно прочно, на Синае и в Ливии, а в Вавилоне, соответственно, с севером. «Сказал Господь воинств, Бог Израиля, я покараю Омона вновь». Омон, соответственно, египетский бог солнца, но центр, где его почитают, одна из столиц, город Фива так называется. «Я покараю Омона вновь, фараона и весь Египет, богов и царей Египта, фараона и всех, кто на него уповает. Я отдам их в руки тех, кто жаждет их смерти, в руки Навуходоносора, царя Вавилонского и его слуг. Но после этого будет жить Египет, как в прежние дни, говорит Господь». Ну и что же тут израильтянам-то до этого? Какая им разница? «А ты, раб мой Яков, не бойся, не страшись, Израиль. Я спасу тебя, верну из страны далекой, потомков твоих из страны плена. Вернется Яков, жить будет безмятежно и мирно, и врагов у него не будет. А ты, раб мой Яков, не бойся, говорит Господь, ибо я с тобой. Я уничтожу все народы, среди которых тебя рассеял, лишь тебя я не уничтожу, но покараю тебя по заслугам, без наказания тебя не оставлю». Вот, собственно, разница, и у пророков мы с ней постоянно сталкиваемся. Израиль – это народ, с которого Господь спрашивает наиболее строго, но его он оставляет. А все, что происходит с ним, служит не к уничтожению Израиля, а к его, грубо говоря, перевоспитанию. А с остальными народами не так. Хотя Египет тоже не будет далеко уничтожен. Следующая, 47-я глава, будет посвящена любимым врагам израильтян, то есть, конечно, филистимленам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok